Рекорды амурских самбистов, спортивный день в Константиновке и турнир по тяжелой атлетике. Самые яркие события в программе «Область спорта» вас приветствует Алексей Римман. Здравствуйте! Наследие Трое. Под таким названием прошло ежегодное открытое первенство по вольной борьбе. Участие в боях приняли 360 юных спортсменов от 7 до 13 лет. Это уже шестой детский турнир. Два дня ребята из Сахалина, Якутии, Приморья, Хабаровска и Иркутской области боролись за медали. По результатам соревнований первое место общей команды в зачете завоевала Амурская область. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике объединил более 40 спортсменов из Благовещенска, Шимановска и Арсеньева. Соревнования посвятили памяти чемпиона мира Владимира Коныгина. Три дня спортсмены боролись в разных весовых категориях. Среди девушек победительница в категории до 50 килограммов стала Анна Иларионова из Шимановска. Она установила два рекорда области. А в весе до 58 килограммов лучшую тягу показала также спортсменка из Шимановска Татьяна Новоселова. Среди мужчин в категориях от 42 до 94 килограммов победителями стали шесть благовещенцев. Высокие результаты показал Илья Федоров, Николай Олейников, Евгений Усманов, а также другие амурские спортсмены. Всероссийский турнир по самбо-дружбе собрал более 40 участников со всего Дальнего Востока, а также Алтая, Бурятии и Верхней Пышмы. На соревнованиях побывала наша съемочная группа о том, как развивается самбо в Амурской области, расскажет наш корреспондент Евгения Хмелева. Официальным видом спорта в России самбо признали в 1938 году. В 1939 прошел первый чемпионат страны по самбо, а в Преамурье развивать его начал в 1963 году Андрей Рощупкин. За почти 60 лет известный самбист воспитал 30 мастеров спорта и около 100 кандидатов. Я спокойненько могу сказать, что сейчас вот самбо, если будут Олимпийские игры, то будут Олимпийские игры уже, можно, высший класс спорта. Я думаю, в Амурскую область должна попасть. Ученик Андрей Рощупкин, президент Федерации самбо в Амурской области Сергей Лиманов отмечает, каждый год почти полторы тысячи детей приходят в самбо, чтобы совершенствовать физические навыки, укрепить веру в себя и, возможно, стать чемпионом. Ну, наверное, один из лучших результатов еще ни разу у нас не было. Саввил Казарян стал чемпионом мира и подтвердил норматив заслуженного мастера спорта. Ну и как бы Дмитрий Ильич, его тренер, он стал заслуженным тренером России. Это, я думаю, самый лучший результат и в этом все сказано. Уже ежегодный 41-й турнир собирает участников со всей России. Поздравили спортсменов почетные жители города, а также гости соревнований, в том числе судья высшей категории и ветераны самбо в Амурской области. Евгения Хмелева, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Спортивный день устроили жители села Константиновка. Они играли в гандбол и лапту. И если соревнования по гандболу проводятся ежегодно, то первенство по спортивной лапте провели впервые. Соревнования по гандболу традиционно проводят с 2000 года. В 1991 году Светлана Алексеева организовала секцию в Константиновке по этому виду спорта. Занимаются в основном дети, подчеркивает тренер. В этом году принять участие в командной игре приехали юные спортсмены из Ивановского района, Мзеи и Благовещенска. Кому нравится, тут остается. Кому не нравится, тут переходит в другие отделения, потому что у нас кроме гандбола есть еще и вольная борьба, и гири, и легкая атлетика, и волейбол. И вот дети, они распределяются по своим интересам. По результатам соревнований первое и третье место завоевали ивановские гандболисты, второе место у спортсменов Константиновки. В турнире по спортивной лапте участвовали 9 команд из Аветинского района, Константиновки и Благовещенска. Развивает практически все. Выносливость, силу, быстроту, умение ориентироваться в сложной обстановке. Может быть, каждый игрок может выдумать что-то свое, потому что игра народная, и приветствуется любое иностранство. Амурская область уже стала чемпионом России по спортивной лапте в Ростове-на-Дону и завоевала серебро в Сочи. Этот вид спорта продолжает развивать в регионе. Следите за спортивными достижениями амурчан и яркими событиями в области спорта в эфире Амурского областного телевидения, в социальных сетях и на сайте. Будьте в спорте и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok